У нас был один преданный вишвапатий. И он в Афганистане командовал танком. Его контузило шесть раз. Потому что в танк попадали ПЗРК душманов. И у него была такая практика бхакти-йоги. Он где-то четыре недели занимался преданным служением, две недели бухал, одну неделю отходил. И вот когда он занимался преданным служением, он был вообще красавцем. Ну, просто контуженный бывший офицер. Похож на Шарикова. Ну, представляю, его в шлеме, наводчик. Он командир танка. Он раздавал здесь просады, здесь многие его знают. Но потом старый его тянул, и он шел как бы в запой. Просто бухал, оставился свиньей. Мы выгоняли его из храма. Ну, вот как бы он где-то бомжевал. Потом возвращался огурцом и занимался бхакти-йогой. И так у него было постоянно. В один момент, когда он был в глобальном запое, он сказал, все, не могу больше бухать. Поехал в Абхазию, в храм сдаваться. Раз и навсегда. Это последний мой запой в жизни. Он сел автостопом, доехал до Сочи. Пришел в Абхазию, дал свой паспорт пограничнику и умер. И в это время я спустился снизу, была лекция. Я два часа рассказывал о его славе. Я говорю, скоро к вам приедет вишвапатия, вы посмотрите, что это. И вот я рассказываю про вишвапатию, я чувствую, что вишвапатия где-то рядом. И в это время Джинард мне показывает. Там лекция сидит, преданная. Он такой подходит, говорит, вишвапатия умер. Я говорю, где? Он говорит, на границе между Абхазией и Россией. И никто не хочет заморачиваться с его телом. И я понял, что вишвапатия умер на пути к истине. То есть человек все, он сказал, все, не бухаю, все, я ну как бы иду в храм раз и навсегда. Это мой последний запой и так далее. Это было прозрение. Он ехал на Вашнадский фестиваль, чтобы готовить и служить. Но он не доехал. Но сейчас он где-то в форме привидения тусит по Абхазии. И в своем трансцендентном теле поет с нами Харе Кришна. Такое тоже бывает в жизни. Поэтому умереть на пути к истине, это не страшно. Не думайте, что все так просто. Что вы прямо такими станете трансцендентными сразу же. Насколько контуженных военных так и не узнали о Кришне. Вишвапатия узнал о нем. Вишвапатия узнал о Кришне. Вишвапатия узнал о Кришне. Продолжение следует...